Аркам ТВ представляет Урок из жизни имама Абу Ханифы Я расскажу интересную историю из жизни имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах. Очевидно, что имам Абу Ханифа является великим ученым по фикху, не только своего времени, но и по сей день таковым считается. Люди постоянно приходили, чтобы спросить у него фетвы. Как-то раз у его матери возник вопрос. Она задала ему этот вопрос, и когда он ей ответил, то ее реакцией было «ты ничего не знаешь». Ваша мать может вам так сказать, не так ли? Я пойду спрошу того человека. И тот человек, которого она хотела спросить, был да'ай, то есть проповедником, а не ученым. Это значит, что он занимался тем, что напоминал людям о религии. Он мог рассказать людям о богобоязненности, но не имел глубоких знаний по фикху, шариату и других подобных вещах. Итак, мать Абу Ханифы идет к нему, чтобы задать ему тот же вопрос, на что он ей говорит. «Дайте мне время для изучения этого вопроса, я отвечу вам позже». И к кому он в этом случае обращается за помощью? К Абу Ханифе. Ваша мать пришла ко мне с таким вопросом. «Хорошо, вот тебе ответ. Только не говори, что это я его сказал». Бывает такое, что члены вашей семьи не хотят вас слушать. Возможно, вы стали более религиозны, а они нет. И этот факт вас злит. Вас злит, что кто-то из женщин в вашей семье не носит хиджаб. Вас злит, что подростки в вашей семье не молятся. Вы злитесь на них. Нет, не злитесь на них, а наоборот, говорите с ними мягко. Говорите с ними спокойно. Ваша злость только отдалит их еще дальше от религии и не приблизит к ней. Понимаете? Вы должны по-доброму обращаться к ним. Когда-то вы тоже не молились пять раз в день. Было время, когда вы были другими. Стали бы вы молиться, если бы тогда кто-то злобно говорил с вами. Или вы бы продолжали вести себя, как прежде. Подумайте над этим. Задумайтесь над этим. Аллах смягчил ваше сердце. Тогда и вы подождите, пока Аллах смягчит их сердца. Вы должны быть мягкими с людьми. Я напоминаю людям, что Всевышний Аллах велел Мусе, мир ему, быть приветливым с фараоном, быть дружелюбным с фараоном. Фараон пытался убить Мусу, мир ему, когда он был еще ребенком. Фараон убивал тысячи младенцев ежегодно. Он мнил себя Богом. Существует множество причин, чтобы ненавидеть его. Но Аллах говорит, когда ты пойдешь к нему, говори с ним мягко. Если вы должны мягко обращаться с фараоном, то как насчет вашей жены? Как насчет вашего мужа? Как насчет ваших детей? Как насчет ваших кузин, вашего брата и вашего дяди? Это люди, которые заставляют нас злиться. Эти люди, члены вашей семьи, злят вас. Я знаю это. Братья и сестры раздражают вас, и это люди, которые заслуживают от нас самого мягкого обращения. Мы должны изменить наше поведение с ними. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.